Экскурсии здесь бывают, но не часто. Территория не для свободного посещения, а жаль. Много интересного таят в себе эти ангары. Не больше, не меньше историю страны. Историю на колесах. Самая старая машина здесь 5, 37-го года выпуска. 39-го года это у нас газ ААА «Полуторка». И 40-го года вот это газ 1173. А родился музей 15 лет назад. Его основателями стали Валерий Козлов и Александр Зверев, командированные специально из Москвы. Первый автобус, вспоминает Валерий Викторович, привезли из Барыбина. И большую роль в этом деле сыграл Александр Зверев. Необыкновенный человек. Мы все спрашивали его, Саш, а как ты можешь из стуток делать двое? Вот как? Он и водителей учил в учебном классе, и работал на линии. Везде и всюду успевал. Он иногда и домой-то не заедет. Два года назад Александр Зверев ушел из жизни. Но свой след в истории Видного оставил. И не только, как один из создателей музея. Зарождение троллейбусного движения в нашем городе тоже не обошлось без него. Александр Зверев был одним из первых водителей троллейбусов в Видном. Вот он возит пассажиров в день 35-летия города Видное. В экспозиции находятся и автомобили, некогда служившие в милиции, такси и скорой помощи. Было время, рассказывает Анатолий Иванович Белов, когда старые авто не просто привозили сюда, их восстанавливали, придавая вновь тот величественный вид, который те имели в годы своей трудовой деятельности. ГАЗ-61 в простонародье МК. По легенде, во время войны на этой машине передвигался маршал Жуков. И, возможно, именно на этом заднем сидении, как персона особой важности, сидел Георгий Константинович. Во втором зале история автоперевозок преподносится во всем разнообразии интереснейших и уникальных документов. Вот, к примеру, путевой лист водителей, работающих на Московской Олимпиаде в 1980-м. А это кубки и грамоты победителей спортивных состязаний, ведь работники Видновского ПТП всегда активно занимались физкультурой и спортом. Или вот устройства, которые использовались в работе диспетчерами, кондукторами. Все это навечно застыло в музейных экспонатах. В советских автобусах кондукторов не было, а использовали самые разнообразные кассовые аппараты. Вот, например, этот. Бросаешь монетку 5 копеек и выкручиваешь билетик. Кстати, кассовый аппарат работал на честность, потому что можно было выкрутить не один, а несколько билетиков. Или вот этот аппарат. Бросаешь в него монетку, а билетик можно и не получить. Анатолий Иванович Белов, почти 40 лет посвятивший работе в МОЗ «Трансавто», очень хочет, чтобы экспозиция не просто жила, а и пополнялась необычными экспонатами, в том числе и ретроавтомобилями. Ведь место для новых обитателей здесь, в музее, есть. Татьяна Брылова, Владимир Бижонов, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.